День народов Оренбуржья День народов Оренбуржья объединил сразу две площадки. Национальную деревню и сквер имени Юрия Гагарина. Но даже этого места недостаточно, чтобы отобразить все национальное богатство Оренбуржской области. Только вдумайтесь, 126 этносов. В крупнейшие в списке это русские, казахи, татары, башкиры и украинцы. К тому же мы еще и поликонфессиональный регион. Преобладающими по числу верующих религиями являются православие и ислам. Но есть и те, кто исповедует католицизм. В областном центре открыта лютеранская церковь. Также работает храм Лаританской Божьей Матери. Не так давно наш телеканал составил для вас новый туристический рецепт, чтобы у каждого оренбуржца и гостя города была возможность познакомиться с главными особенностями нашего поликонфессионального региона. Туристические рецепты ОРТ пригодились, возможно, и участникам Международного молодежного форума Евразия Глобал. У ребят со всего мира было 7 дней, чтобы узнать о главных этнобрендах региона. Для них было разработано специальные 6 экскурсионных маршрутов. Кульминацией праздника стал именно День народов Оренбуржья. Слава, но участники уже собираются на площадках. Впереди у нас выступления творческих коллективов, мастер-классы. И все это вы обязательно увидите в эфире нашего телеканала. Все готово уже и на главной сцене. Приглашаем вас к просмотру. Этнопраздник уже начинается. Слава, но участники уже начинаются. Слава, но участники уже начинаются. Слава, но участники уже начинаются. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Дорогие друзья, разрешите мне представить нашего гостя, пригласить на эту сцену временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Владимировича Паслера. Дорогие друзья, пригласите мне пригласить государственного губернатора Оренбургской области Дениса Паслер. Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемые земляки, рад приветствовать на нашем большом празднике Дня народов Оренбуржья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 126 Националисты живут в порядке и гармонии на Оренбургской области почти 3 лет. Всех нас объединяет любовь к родной земле, уважение друг к другу, национальным традициям и обычаям, регулиозным взглядом. Все нас объединены в любом роде, уважение друг к другу, национальные традиции, национальные традиции и национальные виды. Символично, что День народов Оренбуржья проходит в национальной деревне. Это этнокультурный парк, живой памятник, дружба и единство. Сегодня здесь гости из более чем 100 стран. Это участники молодежного международного форума Евразия Глобал. Дорогие друзья, гости, знакомьтесь с нашим уникальным краем. В нем отражение истории и неповторимого этнокультурного разнообразия всей России. Открывайте нашу страну для себя и для всего мира. Мы открыты для всех и рады поделиться самым ценным, что у нас есть, нашим теплом, гостеприимством, дружеским расположением и уважением ко всем народам всех стран и континентов. Пусть День народов Оренбуржья подарит всем его гостям новые встречи, интересные открытия и яркие впечатления, которые навсегда останутся в ваших сердцах. С праздником, дорогие друзья! Телеканал ОРТ продолжает свою работу и сейчас, когда все участники на месте, хотелось бы подробнее рассказать о международном молодежном форуме Евразия Глобал. Впервые в Оренбурге он прошел 4 года назад и уже тогда в нем приняли участие около 800 ребят из 92 стран мира. И с каждым годом это число увеличивается. Особенно приятно, что в 2019 Евразия получила статус федерального проекта. Изменилось и название, теперь оно звучит «Евразия Глобал». Слава, помнишь, в прошлом году у форума был слоган для тех, кто говорит и думает на русском языке. Сейчас ситуация изменилась. У форума Евразия два официальных языка – это русский и английский. 108 стран с пяти континентов. Языкового барьера здесь не избежать. Поэтому английский язык для многих становится спасательным кругом. Специальную подготовку прошли и волонтеры. Их на форуме 200 человек. В Оренбург они приехали ровно за неделю. У них было время, чтобы не только доказать свои лингвистические навыки, но и выучить город. Это необходимо, чтобы в любой момент для участников они смогли провести импровизированную экскурсию. Для многих эта задача оказалась непростой, ведь волонтеры приехали со всей России, а коренных оренбуржцев только 50. Отмечу еще, что на международном форуме есть добровольцы старшего поколения. Их принято называть серебряные волонтеры. Возраст до 62 лет. Слава, ну в этом году тебе посчастливилось побывать на открытии. Это всегда очень яркий и запоминающийся праздник. Скажи, пожалуйста, отлично тебя. Что больше всего впечатлило? Да, ты права. Открытие в этом году было действительно масштабным. Открыл праздник парад флагов. На сцене были символы всех стран-участниц. Организаторы постарались учесть все нюансы. Кстати, открытие прошло тоже на двух языках, русском и английском. И что удивительно, уже в первый день участники казались дружными и сплоченными. Слав, ну это действительно дорогого стоит. А прямо сейчас я предлагаю напомнить нашим телезрителям, как в Оренбурге прошло открытие молодежного международного форума «Евразия Глобал», участники которого сегодня станут специальными гостями Дня народов Оренбуржья. Ярко и с размахом. Несмотря на дождливую погоду, уже за несколько часов до открытия в Олимпийском многолюдно. Гостей и участников форума развлекают танцами, играми и мини-представлениями. Участники – это молодые люди со всего мира. На форум подано несколько тысяч заявок. Отбор прошли только 800 человек. 500 из них – представители зарубежных стран. США, Греция, Индия, Армения, Афганистан. 108 стран с пяти континентов. Весело и круто проходит день. Сегодня первый день. Так много сюрпризов. Так весело прошло. Мы сблизились в команде все. Как брат и сестра. Настоящая семья. Мне все нравится. Все круто. Когда я проверил почту и увидел, что одобрили мою заявку, мое участие, я не смог поверить, что меня одобрили на форуме. Площадка собирает лидеров молодежных и студенческих организаций, политических партий, журналистов, преподавателей и ученых. Также здесь профессиональные спортсмены и другие представители активной молодежи. Сумасшедшая атмосфера форума. Какие открытые ребята, мероприятия. Просто волшебный волонтер, который следит за нами везде и всюду. Я являюсь куратором иностранных делегаций совместно с российскими. И я считаюсь куратором этой команды. Я помогаю им, с ними везде нахожусь и отвечаю за них своей головой. Программа форума очень насыщенная. Международное молодежное сотрудничество, экономика, рынок труда. Вот только некоторые темы, которые обсудят участники. Также предусмотрена защита грантовых проектов. Я, конечно, благодарен всем коллегам, кто участвует в организации этого замечательного мероприятия. И Росмолодежи, правительство Российской Федерации. Безусловно, тем странам и государствам, и руководителям, которые сюда послали свои делегации. А у нас, как мы говорили, уже 108 делегаций участвуют сегодня в этом форуме. Мероприятие, мне кажется, оно точно уже получилось, потому что те глаза горящие, которые мы сегодня видели во время открытия, это очень о многом говорит. Оно уже традиционное, оно очень правильное. Действительно, здесь собрались представители больше, чем из ста государств. Форум проходит в четвертый раз. В этом году он впервые получил статус федерального международного проекта. Международная площадка будет работать на протяжении всей недели. А открытие – повод набраться сил и зарядиться позитивом. Приятно, что и спустя неделю настроение участников только улучшилось. Они сегодня подпевают артистам и танцуют вместе с оренбургскими национальными коллективами. Слава, ну здесь действительно очень сложно удержаться. Мне кажется, так многолюдно в национальной деревне не было очень давно. Люди приходят целыми семьями. И сегодня достаточно много детей мы видим здесь. И это неудивительно. Более 500 артистов не только из Оренбурга, но и со всей области. Сегодня здесь представлены лучшие национальные коллективы нашего региона. А для тех, кто не смог присутствовать лично, наш телеканал ведет трансляцию, чтобы у каждого жителя области была возможность познакомиться с этноразнообразием нашего региона. Напомним, что найти этот выпуск вы можете на официальном сайте ОРТ media56.ru. А также вся подробная информация будет в социальных сетях нашего телеканала. Сегодня наши корреспонденты работают на всех тематических площадках. Они уже готовы поделиться с вами своими впечатлениями. Сейчас мы передаем слово Анастасии Синченковой. Она вместе с оператором Георгием Вурлуцким наблюдает за работой оренбургских умельцев. В национальных подворьях сегодня проходят мастер-классы по изготовлению этносувениров. Анастасия, вам слово, и мы надеемся, что удалось попробовать что-то сделать своими руками. Алина Слава, здравствуйте. Мы находимся в казахском подворье. Здесь каждому участнику праздника рассказывают о традиционном народном ремесле. И вот сейчас нам расскажут, что же на самом деле это такое. Как называется правильно? Это что? Это ковер? Ну, допустим, это уменьшенный вариант национального казахского ковра. Вот под нами он лежит большой вариант, как положено. А вот я для таких мероприятий сделала. Он еще в процессе работы. Называется, вот, например, вот это одна часть брыжарши. Их делает три, четыре. И в зависимости от частей ковер получается большего или меньшего размера. Здесь берется основа из овечьей шерсти. Вторая часть тоже овечьей шерсти красится, катается тонкий войлок. Из него вырезается узор. И узор накладывается на готовую основу. А для чего она использовалась? Для украшения? Если, например, позволяла такая, ну, держали овец, есть возможность, делали такие вот красивые, это для украшения юрты. Если делали потолще, это накрывалось, значит, жилье, потому что она не проводит, ветер не пробьется. И вода стекает, потому что шерстинки живут капиллярность, и вода стекает во время дождя. Не продувается ни метелью, там, ни ветром, ничего. И разного, их несколько технологий изготовления этой кашмы, поэтому можно было украшать и под ноги, и постель накрывать, и делали, и сумки, и чемоданы, и сундуки делали, как говорится. Немного расскажите нам секреты этого ревесла, покажите, как это правильно делать. Ну, и покажу. Я беру уже, как бы, заводскую шерсть, троицкая комвольная фабрика, она окрашена, конечно, с 19 века, применяется уже не натуральные, а появились они линовые красители. Берется шерсть, и в несколько слоев выкладывается, чтобы не терять время, я вот уже приготовила такую заготовочку. И посредством, вот, руки ваши, мыло и вода, и много раз нужно проработать, чтобы получить вещь. С каждым прокатыванием оно уменьшается в размере, уплотняется, и у нас, в конце концов, получается, вот, можете даже пощупать, вот, плотные, хорошие вещи. Вот так вот, несложно, просто, легко. От наших бабушек нам осталось такое наследство. Очень в современной квартире, в современной жизни тоже очень большое можно применение найти таким вещам. Спасибо вам большое. На этой площадке можно познакомиться и с другими ремеслами различных этносов Оренбуржья. На самом деле, программа праздника очень обширна, сейчас на сцене проходит праздничный концерт, и я предлагаю посмотреть, что сейчас там происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учится тройка вдаль на Руси, колокольцам некогда спать. Из-под ход веков на Руси любит наш народ погулять. Настишь дверь, настишь душа, свадьба белим, повод иной. Мы плясать идем не спеша, а потом и шапки долой. Русские праздники удаль молодая, масленица святки на медовый спас. Если в небе тесно, а тормой лихая, Пусть стоять на месте никому не даст. Пусть стоять на месте никому не даст. Гость желанный больше, чем гость, Не гадай, судьба, не гадай. Так уж на Руси повелось, Радость и печаль через край. Взгляды откровеннее слов, Поцелуй как мед на устах. Молодым совет да любовь, А веселью русский разбавь! Русские праздники удаль молодая, Масленица святки на медовый спас. Песня в небе тесно, а тормой лихая, Пусть стоять на месте никому не даст. Пусть стоять на месте никому не даст. Бой, народ, загуляй, народ, Заводи, народ, русский хоровок! Бой, народ, загуляй, народ, Заводи, народ, русский хоровок! Русские праздники удаль молодая, Масленица святки на медовый спас. Песня в небе тесно, а тормой лихая, Пусть стоять на месте никому не даст. Русские праздники удаль молодая, Масленица святки на медовый спас. Песня в небе тесно, а тормой лихая, Пусть стоять на месте никому не даст. Пусть стоять на месте никому не даст. Пусть стоять на месте никому не даст. Мой папа всегда говорит «Кона кельда, эрсен алла кельда», что означает «Гость приходит, счастье в дом с собой приносит». КОНЕЦ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аул каждый день Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мы праздновали все вместе. И очень здорово, что есть такая площадка, как национальная деревня. Есть возможность вот так встретиться, узнать культуру друг друга. А в этом году ситуация еще более уникальная. У нас же скоро прибудут участники молодежного форума Евразия Глобал. То есть это молодые люди вообще со всей планеты. То есть насколько важно им узнаваться о культуре многонационального Оренбуржья? Ну это, конечно, замечательно, потому что не в каждой области, не в каждом регионе живут более 120 национальностей, как это есть в Оренбургской области. И, например, было очень приятно, когда мы в прошлом году тоже работали на своей украинской площадке. И подходили люди, спрашивали, мы им могли что-то ответить. Мы читали стихи, ребята с Луганской области подошли к нам, читали стихи на украинском языке. Как это было замечательно. Подходили ребята разных национальностей, даже иногда и не говорящие на русском языке, но им было это все интересно. Они мерили веночки, они фотографировались, они смотрели, что такое прялка, они смотрели, что такое рубель. Мы смогли взаимообогатиться. Они что-то рассказывали нам, мы что-то показывали им и рассказывали. Тем более, наверное, интересно, что о вашей культуре и в целом о культуре многонационального Оренбуржья узнают не только жители России, а по сути вся планета, со всех континентов молодые люди. Конечно. Это очень здорово, это очень замечательно, что люди могут окунуться в культуру, такую разную культуру. Потому что взять казахскую культуру и украинскую, они вроде бы и разные, но что-то есть и общее. И что-то вот это вот общее найти, вычленить, ну это, конечно, очень замечательно. Спасибо вам большое. А мои коллеги уже готовы рассказать о других площадках этого праздника и настроении участников. Алина Слава, вам слово. Да, Настя, спасибо. Всегда интересно узнать эмоции непосредственно от участников праздника. День народов Оренбуржья в самом разгаре, а значит ОРТ вместе с вами продолжает следить за самыми интересными этноплощадками. Сегодня здесь представители самых разных национальностей, открыты все подворья. Там для гостей проходят экскурсии. И у каждого есть возможность познакомиться с особенностями кухонь разных народов Оренбуржья. Нам очень повезло с погодой. Сегодня первый теплый день, пожалуй, за всю неделю. И из-за этого в национальной деревне с каждым часом гостей становится все больше и больше. Этот культурный комплекс называют символом мира и согласия народов Оренбургской области. Но сегодня эти границы расширены. Благодаря участникам форума Евразия Глобал наша национальная деревня становится символом международного мира и согласия мирового масштаба. И главное доказательство этому настроение участников. У нас есть небольшой опрос и прямо сейчас мы предлагаем посмотреть его вам вместе с нами. Это очень хороший город. Отличная атмосфера, дружелюбные люди. Я счастлив быть здесь. Ваша музыка, ваша культура вдохновляют нас. Здесь более ста групп. Это очень удивительно. Ей это понравилось. И ей нравится это мероприятие, потому что оно очень разнонаправленное и можно познакомиться с разными видами национальностей и с разными языками и культурными особенностями. Я не знал, что столько народностей живет в Оренбурге. Армяне, башкиры, киргызы, казахи и русские все вместе живут. Это очень удивительно. Все понравилось. Организация форума на высоте. Я сам из города Рязань и Рязань передает вам привет. Так много народов живут в Оренбурге. И не просто живут, а дружат, любят, уважают друг друга. И это здорово. Искренне рада, что попала на форум Евразия. Передо мной открылось множество возможностей. И, конечно же, если бы не Евразия, я не знаю. Я бы, наверное, и не знала, что в Оренбурге есть такая национальная деревня, в которой расположены более ста национальностей. Спасибо, Евразия. Я очень счастлива. Очень приятно. Мне очень понравится. А я хочу сказать спасибо организаторам. Спасибо Россию. Спасибо всем, кто участвовал на форуме. Спасибо всем народам России. Спасибо. Эмоции, правда, очень яркие. А как может быть иначе? Столько людей разных наций и вероисповеданий. Сегодня они все вместе собрались на одной площадке в национальной деревне областного центра. Да, здесь все с национальным колоритом. Этнодиджеи исполняют музыку разных народов. Открыта этноаллея. На одной из площадок показывают мультфильмы и художественные фильмы на национальную тематику. Это возможность, этот праздник, это отличная возможность заявить каждому о себе, о своих традициях, о своем народе. Слава, ну на одной из площадок работают наши коллеги. Это Наталья Мороз и Семен Воробьев. И прямо сейчас они готовы поделиться своими впечатлениями. Наталья, вам слово. Да, коллеги, сейчас мы находимся на одной из площадок. В данном случае мы пришли в гости к представителям азербайджанской культуры. Здесь у нас в Оренбургской области. Скажите, пожалуйста, как знакомите гостей города и участников форума со своей культурой? Здравствуйте. В первую очередь я хочу поздравить всех горожан с праздником народа в Оренбурге. Гостей мы предлагаем гостям наш домашний утварь, домашние какие-то инструменты, средства для раскалывания сахара. Да, там есть такой, не знаю, как он правильно его назвать. Хаш называется по-азербайджански. На нем и готовится тонкий лаваш. Когда переворачивается, внутри можно на быстрые руки приготовить что-нибудь там жаркое. Рапшан, скажите, что вот у вас в руках находится? Музыкальный инструмент исконно-азербайджанский. Называется тарт. Очень древний инструмент. На родине бываете? Да, бываю. Но где-то раз в год, два раза в год. Но чаще не получается, к сожалению. Спасибо. Не за что. Спасибо большое. Ну а мы отправляемся дальше. И что же мы видим по пути? Прямо на улице, сквере открыта настоящая сушка фотографий. Все сделаны здесь и сейчас. Ну а здесь, посмотрите, за моей спиной находятся метры настоящей бельевой веревки. К ней прицеплены простыми прищепками фотографии. Это так называемая зона фотосушки. Проект, который получил популярность не только в России, но и во всем мире. Смысл в том, что в парках, скверах, на любой открытой площадке устраиваются такие фотовыставки. Неважно, любитель вы или профессионал, сколько вам лет. И чем вы занимаетесь, главное, вы должны любить фотографии и уметь подмечать уникальные моменты в жизни. Около ста фотографий, плюс еще забрали. То есть, в принципе, очень много. Еще время идет, и люди фотографируются. А мест для фото в этот вечер предостаточно. Дружественная атмосфера праздника помогает преодолеть и языковой барьер. Отказать совместным фото не может никто. Чтобы снимок получился незабываемым, представители народов делятся самым сокровенным. В ход идут национальные костюмы, музыкальные инструменты или, как в грузинской этноэкспозиции, примерить всем желающим дают настоящий предмет гордости и чести кавказского мужчины. Головной убор в папаху. Ваша, скажите, пожалуйста, вы в таком красивом одеянии, я так понимаю, это национальный костюм. Что он обозначает, почему белого цвета? Ну, этот более торжественный, белый цвет. А так наши предки в 18-19 веках именно в таких нарядах ходили. Насколько он удобен и практичен в обычной жизни? Я думаю, не особо. Вот здесь они во время войны ее использовали. Здесь патроны сюда вставлялись. Для патронов. Что у вас в руках? Это сабля. Настоящая? Ну, относительно настоящая. Кавказская с стихами Лермонтова. Познакомить и приблизить культуру своего народа в каждой экспозиции. Своя уникальная энергетика, которая сохранилась сквозь время и выражается сегодня не только в национальном костюме. Ну, а сейчас мы находимся у представителей армянской культуры. Здесь у нас в Оренбургской области. Эмма, скажите, пожалуйста, какая она армянская девушка? Армянка сама по себе, по натуре девушка нежная, спокойная. Она закрытая, но в душе у нее есть этот огонь, который в нужный момент для своих, для близких открывается и он воспламеняется. Она обладает, это женщина, которая хранительница очага, в принципе, как и любая другая женщина. Атмосфера дружбы и сплощенности сегодня здесь чувствуется особенно. Участники Международного молодежного форума также знакомятся с многонациональным Оренбуржием. Ну, а это, посмотрите, настоящий шар дружбы. Планета, где поместились флаги всех стран мира. Кстати, скоро этот шар запустят в небо, он улетит. Оставив лишь вспоминания, любой желающий мог подойти, оставив здесь свой автограф. Настроение замечательное, позитивное, очень сильная энергетика, заряжает очень сильно. Чем запомнится этот форум? Этот форум очень сильно запомнился своей философией. То есть люди, которые собрались и познакомились, в будущем продолжают общаться. И если какой-то член форума захочет написать проект, он об этом напишет в соцсети. В соцсети сейчас вся молодежь общается, и если меня заинтересует его проект, этот проект станет международным. Я предложу свою помощь, и так создаются международные отношения. Несмотря на поздний вечер, сквер имени Гагарина продолжает заполняться. Звуки национальной музыки привлекают все больше гостей. Ну а тем временем праздник продолжается. Слышна музыка, национальная, колоритная. И я предлагаю посмотреть, что сейчас происходит на главной площадке, на сцене. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Мой дедушка всегда говорил, заруби себе на носу. Если вдуматься, то смысл этого выражения кажется жестоким. Согласитесь, не каждому приятно представить топор рядом с собственным носом. На самом деле не все так печально. В данном выражении слово нос не имеет ничего общего с органом обоняния. Носом назывались таблички для памяти, бирки для записей. В далеком прошлом люди всегда носили с собой такие предметы для того, чтобы делать различные записи или зарубки на память. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 алфавитов мира музыка костюмы танцы разных народов переплели сегодня в один шар смешались показывая нам разнообразие красоту оренбургского края ведь именно здесь на границе европы и азии бережно хранятся и приумножаются традиции особый дар уважения друг другу и взаимопонимания музыка, костюмы, танцы разных народов международных народов сегодня в байло они взяты, показывают нам разнообразие и красоту оренбургского региона действительно, это здесь, на сборке между Европей и Азией разные народы и культуры, разные взгляды и убеждения соединились в дружественном рукопожатии на оренбургской земле в самом центре Евразии и символически сегодня участники форума нам оставили пожелание на шаре, который мы сейчас вместе запустим под ваши дружные аплодисменты будем считать от десяти до нуля поворачиваемся и смотрим на шар обратный отсчет десять все вместе девять восемь семь шесть пять четыре три два один вверх руки все опускаем шар поднимаем поднимаем руки вверх и хлопаем ногой все вместе и пускай этот шар дружбы с автографами всех наших друзей всех жителей города Оренбурга и Оренбургской области всех участников молодежного международного форума Евразия Global летит высоко-высоко отпускаем поднимаем руки все вместе вверх ура вверх 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Русский язык считается одним из главных в мире, несмотря на то, что на нем говорит меньше процента жителей Земли. В организации объединенных наций существует только шесть официальных языков. Английский, французский, арабский, китайский, русский и испанский. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как бы не было грустно об этом говорить, но День народов Оренбуржья подходит к концу. Этот марафон завершается праздничным салютом, а значит, пришло время прощаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы знаем, что найти трансляцию Дня народа Фаренбуржья вы всегда можете на официальном сайте нашего телеканала media56.ru ОРД вместе с вами в любой точке планеты 24 часа 7 дней в неделю Мы вещаем о вас и для вас А прямо сейчас мы вынуждены сказать вам до свидания, всего доброго и до встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»